Александр Петрович, мы хотим вас пригласить в наше движение «Родители против наркотиков». Скажите, что такое ваше движение «Родители против наркотиков»? Вы не знаете еще про наше движение ничего? Скажите. Ой, ну это объединение. Я знаю, но я слышал то, что вы характеризуете, что вы на собой представляете. На сессии слышал, что вы выступали. А что еще кроме этого? Ну реально сейчас в милиции ходим и ликвидируем точки, где торгуют наркотиком. Реально закрыли табачные курительные смеси. Да, с Александром Балтянским. То есть ваша деятельность заключается в том, что нужно искать торговые точки, где продают незаконные наркотики. Да не только, не только. Вы говорите, я приглашаю вас в это движение, мое участие в этом процессе. То есть я так понимаю, что вводя в какое-либо движение, да, то есть оно, во-первых, что нас представляет в принципе как организация? Это общественная деятельность? Что за движение? Кружок какой-то? Клуб по интересам? Это общественное движение. Каждую среду на Плехановской 48, это Плехановская угла Лягина. Собираются добровольные участники движения, обсуждают проблемы, которые существуют. Продажа того же пива несовершеннолетних. Ну, на Плехановской 48 там скорее всего здесь рядышком. Это у вас какая-то юридическая организация. При общественной организации, да, при общественной организации Добра Надея. Вообще сегодня есть такая категория людей, в Николаеве их около 100 тысяч. Помните, да, я что тут бухгалтерию говорил? И со мной еще ни один человек не спорил. Как бы не сказал, что их там не 100 тысяч, а 10 тысяч. По моим подсчетам их 100 тысяч в Николаеве. Пусть кто-то со мной поспорит. Родителей, сузависимых. Это могут быть родители, это могут быть братья, сестры. Это могут быть мужья, жены. Это могут быть на работе, это могут быть сослуживцы. Работать с наркоманом в одной команде, который сливает бензин у машин или там ворует у своих же сотрудников? Ну, скажем так, я, допустим, сторонник того, что я бывший секретарь обкома Комсомола. То есть мы работали в молодежной среде. И те проблемы, которые существуют среди молодежи, это не только наркомания, да, это и алкоголизм. Ну, конечно. Это и самоубийства сегодня среди молодежи растут. Это тоже факт. Почему это происходит? Это уже надо тоже проанализировать. Преступность растет сегодня среди молодежи. Не только среди наркоманов, но и не только среди алкогольников. Просто среди обыкновенных людей? Да. Очень много проблемной тенденций. Проституция. Малолетняя проституция. Это же тоже факт, который, ну, очень серьезный и очень это развивается с бешеной скоростью. Поэтому, как бы, я с вами солидарен в том, что я готов с вами участвовать в этом движении. Но, как бы, душа болит не только за это, да, но и за другие проблемы, которые есть в нашем обществе среди молодежи. Александр Петрович, а это все же одна цепочка. Естественно. Это же все одна цепочка. Взаимосвязанность. Диалектично, скажем. Конечно. Там, где наркоманы, там и преступность. Там, где алкоголики, там и все. Конечно. И там и проституция. Мы, кстати, вот смотрите. Там и побуждение. Мы не разделяем алкоголики и наркоманы. Это имеется в виду зависимость. Имеется в виду 4 тысячи в Николаеве зарегистрировано не только наркоманов. Сузависимых людей. Они, кстати, среди них есть какая-то часть даже уже игровых, игровые, игровая ситуация. Игроманы. Игроманы. У которых ничего не существует. В нормальных семьях. У них только компьютеры все. Они живут в компьютере. Они общаются только через компьютер. Они, ну, вообще их больше ничего не интересует. Ни карьера, ни семья. Нет. Сегодня вы понимаете, вот мне задали вопрос, почему фракция коммунистов, да, там, частично, не совсем поддерживали ограничения вот эти вот на... до 10 часов. То есть, как бы, вы знаете, да, вот этот комендантский час. Кстати, почему? То есть, мы, ну, понятно, мы боремся тоже, мы тоже против того, чтобы сегодня малолетки шатались после 10 часов. Но этим проблему не решишь в корне. Сегодня можно до 3 часов и до 5 вечера запретить и полностью, если никто не будет выходить на улицы из детей, из несовершеннолетних. Это не значит, что меньше станут пить пиво и употреблять алкоголь. Будут по подъездам шататься, будут по подвалам шататься, будут в других местах прятаться, но будут точно так же употреблять. Я сегодня выхожу, я живу возле Сильпо, я выхожу из Сильпо в полдевятого утра, школьники стоят курят, бутылка пива пластмассовая, пиво, девчонки, пацаны друг другу по кругу передают и пьют. Поэтому здесь говорить о том, что там будет с 5 утра до 10, но этим проблему не решишь. Я так считаю, если раньше, при советских временах, я себя вспоминаю, 14 лет, после школы пошел на модельный кружок, после модельного кружка у меня на дзюдо на секцию ходил, то есть человек постоянно был чем-то занят, да, молодой? Некогда было дома. На картинге ходил занимался, постоянно какие-то были, футбол, все это бесплатно, все это нам предоставлялись. И сейчас молодежь, ну вот я только приехал со встречи, там был на встрече на сухом фонтане, вот показывают люди, стрите подвалы, там были детские комнаты, сейчас там что-то позакрывали, непонятно что там, честно говоря. То есть, как ведется, в принципе есть, да, сегодня занимается молодежная политика, но глобально вот, чтобы решить, как-то привлечь молодежь к, скажем так, к занятости какой-то ее, это как-бы очень сложный сегодня вопрос. Это, в принципе, вопрос государственной политики, на мой взгляд. Ну, я могу констатировать, что государство все-таки начало задумываться по этой проблеме. Сегодня штраф за продажу ребенку. Нет, сегодня делаются большие, ну скажем так, сделан большой шаг на встречу к тому, чтобы ликвидировать эти вопросы, да, там, те же ограничения на продажу пива, скажем так. Другое дело, что не совсем оно действует, да, как хотелось бы, чтобы это действовало. Ну, у нас народ же как, у нас предприниматели, мы все же такие, что сразу начнут. Есть добросовестные, есть. Да, если мы ограничили там, что возле школы, это все равно сегодня такая тенденция наблюдается. Вот, есть недобросовестные предприниматели, которые, если знают, что будет контроль, они там не торгуют, потом знают, что им не торгуют, поэтому, да, это такое дело. Поэтому, действительно, власть все-таки что-то пытается сегодня сделать, но, опять же таки, нужно подходить не только с точки зрения ограничений, можно, я не знаю, как в Арабских Эмиратах, да, там. � cultivate.